всем привет мои хорошие зацвела у меня такая красота она маленькая снимать ее не очень удобно со штативом поэтому все в руках все в руках и мне срочно нужна третья рука вот такая вот прелесть и это гибрид покажу сразу кустик что в процессе не забыть замечательный гибрид линды не на я ваника вот такие потрясающие цветочки сразу всем скажу что так как это гибрид то цветочки могут меняться особенно у первичных гибридов зависимости от того какие родители были в посеве да и вообще посев сам по себе процветет очень очень по-разному встречи у него волшебные крапушки повсюду и вот эти вот зубки на губке и губка такая перламутровая переходит от такой волшебный цвет он выглядит то кирпичным то оранжевым только даже коричневым таким коричневым который дает немножко красным и с розовым в общем очень волшебная штука очень нежная пробовала я его как как только не пробовала снимать и под лампами не под лампами лучше всего все-таки на окне передается цвет ее можно рассматривать и рассматривать и цветок очень очень плотный такой не восковый конечно но плотненький и очень приятный в общем по текстуре да и по форме он больше напоминает его нику а по уходу тут это гибрид первичный двух замечательных штучек и вам придется самим подстроиться потому что смотрите его не к она растет не высоко по моему до 700 метров максимум линды не в свою очередь и растет очень высоко она растет от полторы тысячи метров и вот у вас получается один фаленопсис любит потеплее другой фаленопсис любит попрохладнее особенно большая разница наблюдается в ночных температурах но при этом они обе очень любят влажно любят полив хороший и запросы по свету у них тоже одинаковы но так как опять-таки линды не растет достаточно высоко то это фаленопсис которому может понадобиться небольшой период покоя конечно не котлея но все равно небольшое время отдохнуть ему нужно а вот я ванники нет я ванники свойственно расти круглый год и практически не отдыхать тут я сейчас говорю про тот период покоя когда вам надо немножко поменять условия и это зависит от того собственно какой у вас вид они разные там надо поискать почитать вот так что опять-таки гибрид и и вы должны понимать что он может взять от родителей абсолютно разный набор генов и у вас может быть линдени на его нику которая шпарит как его нико а может быть которая как линдени и она захочет все-таки передохнуть в зимнее время получить меньше полива чуть прохладнее также насчет зацветания смотрите если у вас больше пойдет в его нику то для зацветания вам например не нужно будет особых перепадов с температурами да если у вас пойдет больше в линдении то возможно вам понадобится устраивать ей перепады достаточно значительные чтобы она зацвела вот поэтому вот тут никаких советов по уходу ничего такого здесь придется понаблюдать за вашей крошкой малышкой посмотреть от кого она больше взяла причем самое интересное что внешний вид она может взять от одного родителя а вот поведение от другого поэтому наблюдайте как по мне гибрид не очень сложный но хотелось бы чтобы рост побыстрее это да хотелось чтобы был более прыткий в плане роста на этом все волшебное чудо пока не пахнет но распустился вот он сегодня утром он начал распускаться вчера вечером и сегодня утром вот он готов поэтому аромат возможно появится и я постараюсь еще сделать групповое или видео или фото нескольких моих цветущих которые появляются в ролике самом начале цветения будет на что посмотреть кстати вот про фото заглядывайте в инфобокс в описании под видео там всегда ссылки на мои соц сети и вот на фб в инстаграм я всегда выкладываю больше фото выкладываю то что например не попадает на видео в общем всякое разное там вы можете посмотреть и там можете мне чем написать пообщаемся вы также многие разные другие ссылочки у меня в описании всегда бывают и на этом буду заканчивать ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь этим видео с друзьями делитесь своих группах буду вам за это очень благодарна и на этом буду своим прощаться всем солнечные дни и пышных цветений пока пока